Ладно, гипотетический вопрос. Кто для вас лучше? Девушка с одной грудью или с половиной мозга? Сложно. Очень сложно. А одна грудь, она очень большая. Какие у вас взаимоотношения в семье? О, чудесные. Моя мама веселушка, играет в гольф каждый день почти. А отца я просто не помню. Его не стало, когда мне было 9 лет. Для 9 лет это странно. Вы должны бы помнить. Да, но не помню. Знаете, моя мама считает, что я травмирован этой старой историей. Я только помню, что он был хороший, чудесный. И я его очень любил. Я вам сочувствую. Слушайте, вы человек душевный. Но насчет внешности людей у вас существует пунктик. Так что, Хэл Ларсон, я решил вас осчастливить. Правда? Да. Я объясню, в чем суть. Вот с этой минуты, встречая любого человека, вы станете видеть только его внутренний мир. Вам повезло, потому что именно там, мой друг, и скрыта подлинная красота. Ясно, Тони. Кажется, засиделись мы тут, так что лучше... Стойте, стойте. А что, если при этом вы сможете знакомиться с прекраснейшими женщинами и нравиться им? Этим вы и занимаетесь на семинарах? Нет, нет, это особый случай. Специально для вас. Ну, встанем, и я покажу, что делать. Да. У вас есть привычка, глядя на женщин, судить о них только по их внешности. Разговоры тут помочь не могут. Ясно. Бывает ли так, что вы судите о женщинах сугубо поверхностно, когда вы думаете, ну, я-то гораздо лучше. Часто. Даже часто. О, да. А вы можете вспомнить один такой случай? О, да. О, да, вспомнил. Так думайте же про это. Изведи, бес! Что ты машешь бананы? Я же говорил, что нам нужно резко перенастроить ваше восприятие. Ну, да, извините. Верно? Значит, продолжим. Сделайте вот что. Расслабьтесь полностью. Хорошо. Я больше не стану. Насчет бананов я не хотел. Ничего. Закройте глаза. Расслабьтесь. Представьте, что вы на морском берегу. Я знаю. Теплый вечер, и солнце клонится к закату. А вы глядите в глаза женщине, чувствуя тепло ее сердца. Вы видите ее душу. Ее внутреннее содержание. Хорошо. Хорошо. Расслабьтесь. Субтитры сделал DimaTorzok